Акция «Антисвалка» Как вы уже сказали, в Российской Федерации И старт ее был дан в день экологии Активистами Алтайского регионального отделения Были установлены наиболее острые проблемы На территории города Барнаула, в пригородах У несколько свалок нашли, кто не санкционировал Порядка 10 свалок Можно в каждом дворе найти А здесь именно вываливается строительный мусор Вываливается именно грузовиками и так далее Мы установили эти места Подготовили депутатский запрос От имени нашего депутата Барнаульского городского дома Алексея Викторовича Скасырского На главу администрации города Барнаула С просьбой разобраться Ликвидировать эти свалки А мы проконтролируем, проверим Как они И соответственно людям об этом доложим Пока у нас нет сведений Ни о ликвидации этих свалок Ни о каких-то мероприятиях Которые бы администрация проводила Надеемся, что они будут И вы будете контролировать все-таки Это не пиар-акция Вы действительно потом пройдетесь и посмотрите А мы еще раз расскажем И в настоящее время проводится подобная работа То есть места такие устанавливаются В следующий раз мы предоставим еще список Перечень таких мест И поинтересуемся, как обстоят дела С теми, которые мы уже указали администрации Дмитрий, а вот в Славгороде Что там за история Получилась с депутатами? Я так понимаю, что они Публично не отчитались о доходах там Чем это все закончилось? Да, этот вопрос только начат Значит, ничего еще не закончилось Просто резонанс не получился Было установлено Активистами Славгородского местного отделения Установлено, что Местные депутаты Городского совета Не выставляют в публичном доступе Сведения о своих доходах Супругов и несовершеннолетних детей Чего требует от нас федеральный закон О противодействии коррупции И этот же закон Говорит о том, что в случае нарушения Данных норм То полномочия депутата Должны быть прекращены Да Здесь нет никакой альтернативной Санкции То есть только прекращение полномочий Мы инициировали обращение В суд с иском С административным иском Однако По непонятным для нас причинам Суд счел Заявителя Ненадлежащим, так скажем Что его якобы Права ничем не нарушены То есть человек вроде как имел Право ознакомиться И для этого все и делается Гласность, конституционные принципы Да и так далее Но Почему-то суд рассмотрел так А нам отказали А суд это район из Славгородских? Городской суд Да Очень интересная ситуация Мы сегодня подготовили От имени депутата КЗС Обращение И уже направили на прокурора края Чтобы прокуратура вмешалась Так как Ну видимо да Видимо нужно выйти на крайний уровень Есть тем более практика Понимаете В других районах Допустим в Быстром истоке В Заринске Еще там в нескольких районах Где по проверкам прокурорским По результатам проверок Вносились в собрания Соответствующие представления И депутаты складывали полномочия В камне сейчас Очень тоже остро этот вопрос стоит Да Ну настолько халатно Здесь нужно смотреть на ситуацию С разных сторон Где-то может лица Которые ответственные за размещение Халатно подошли к своим обязанностям Да А где-то Просто не разместили А депутат может быть и предоставил своевременно И имеет подтверждение этого Либо это там заказным письмом Либо может там со штампиками И так далее Как в Бийске было Депутаты отстояли свою правоту Они предоставили сведения о том Что они представили Сведения Ну они не были опубликованы Вовремя И соответственно Суды они выиграли Но в Славгороде не так на самом деле Да? То есть как выяснилось Никто не проводил проверки А еще проверки вообще даже не было Никто не проводил Да Нам буквально было отказано И прокурорская проверка сейчас Мы надеемся будет И мы узнаем истину На самом деле Что там произошло ЛДПР Творческая партия Как я уже понял Вы проводите какие-то Удивительные флешмобы Всегда И вот один из флешмобов Назывался по-моему Погоня ответственности За управляющими компаниями Да? Да Я встретил заголовок Меня это заинтересовало Что это такое у вас было? Мы отошли от привычной Так скажем для нас От привычного формата Проведения мероприятий 12 июня Обычно мы проводили митинги И так далее Но вот в этом году Решили провести таким образом Да, действительно Управляющие компании Импровизированы Это были люди И ответственность Которая должна была Настигнуть Так сказать Управляющие компании И всему этому Способствовал ЛДПР Подгоняя ответственность Вот Почему это? Креативный такой Выбран был Достаточно способ проведения Очень большое количество Обращений На самом деле Тема не смешная Далеко не смешная И очень большое количество Обращений Именно в сфере ЖКХ И на управляющие компании Жалобы поступают Как правило Сегодня законодательство В сфере ЖКХ Настолько несовершенно Что порой привлечь К какой-то ответственности Управляющую компанию Либо просто невозможно Либо настолько несущественно Это для них Что Больше будем ходить Больше будем жаловаться Чем на копейки Какие-то Штрафы Вообще несущественные И никаких выводов Никто не делает Поэтому Каким-то образом Пытаемся Привлечь К этому Внимание И что здесь еще Хотел сказать Мы на протяжении всего В чем особенность То мероприятие Что на протяжении всех Независимо от выборных Каких-то Да там Периодов Как их называют Еще как-то На протяжении всего времени Работаем с избирателями Работаем с жителями Принимаем эти обращения Представляем их интересы В судах Каким-то образом Прокуратуру привлекаем К решению тех или иных проблем В сфере ЖКХ В отличие от многих других Которые занимаются Непонятно чем Перед выборами Соберутся за полгода Зеленкой друг друга Польют Еще чем-нибудь Нет В отличие от них Мы занимаемся работой И это всего лишь способ Креативно показать Что да На самом деле Сегодня эта проблема есть Да Решаем мы ее Естественно серьезно Но в праздничный день Решили маленько пошлить В продолжение темы Депутат фракции ЛТПР В Государственной Думе Которая курирует Алтайский край Елена Строкова Она подняла вопрос О том что В одном из домов Наших здесь Барнаульских Капитальный ремонт Почему-то не делается И люди обратились К вам в партию ЛТПР Чтобы вы помогли Решить эту проблему Я так понял ее Да Здесь это один из Многих случаев Когда люди обратились Дом по улице Тимуровской Одна из управляющих компаний Которая занимается управлением Достаточно такого старого Фонда Так скажем Ветхое жилье Очень И в данной ситуации С этим домом Есть решение суда У людей У жильцов на руках Где Комитет по ЖКХ А так что Они не хотят делать капитальный ремонт Отвечают что Нет возможности Нет возможности Конечно все всегда Выпирается в финансирование Что вот в очереди Вы Вчера на 17-й год На 18-й Вот сегодня мы имеем 21-й год А там уже сегодня Подпорки стоят Я видел Заваливаются потолки Вываливается фасад Кирпич сыпется Просто людям там опасно Пребывать даже Да А там Есть семьи Которые под материнский капитал Приобрели квартиры Соответственно С маленькими детьми Там вот Элементарно Мы зимой туда Эта тема Это не один месяц И не один день Не проблема Да Значит Сосульки даже Никто у них С крыши там Не уберет Крышу не почистит Там соседний дом Вот известная ситуация Была Провалилась крыша Тоже это управляющая компания И сегодня К сожалению Заставить их Каким-то образом Вот даже Есть решение суда Приставы Вынуждены тоже Констатировать Что вариантов Никаких К принуждению Да Нет Поэтому Вот вынуждены Обратиться К старшим Своим товарищам К депутатам Государственной думы У них больше возможностей Действительно У них достаточно Серьезные возможности В этом плане Сегодня подготовлены Министерства Строительства ЖКХ Автоиского края Уже направлены Запросы И так далее С требованием Разобраться Есть судебное решение Тем более Некоторые дома Просто не в состоянии Не имеют даже Какого-то правового Скажем так Опыта Юридического Что Каким образом Им провести Это обследование Дома Кто его Им будет проводить Как это Исковое заявление Суд подать Наши юристы Занимаются Этими вопросами Готовим Дмитрий Будем следить за ситуацией Я надеюсь Что Вы тоже Не бросите И в следующий раз В следующей нашей беседе Мы поговорим еще раз Об этих проблемах Которые намечены Да конечно Спасибо большое вам За беседу Спасибо вам Я напоминаю Что у нас в гостях Был руководитель Регионального отделения Партии ЛДПР В Алтайском крае Дмитрий Ворсин Спасибо за внимание До встречи Субтитры подогнал «Симон»